почему так давно не было выпуска в моего уютного видео дневничка а все потому что тоталитарные режимы угнетают свободных людей кровавый режим яростно неистово неустанно борется со своими оппонентами в моем лице будучи не в силах совладать со мною психотронным оружием своими резонаторами гельмгольца потому что каждый раз выходя на улицу и надеваю на голову шапочку из алюминиевой фольги кровавый режим пустил в ход климатическое оружие в седьмой день февраля в воскресенье я вышел из дому отошел от дому буквально полсотни метров и климатическое оружие сработало лед специально кровавым режимом насланы на пешеходную дорожку заставил меня поскользнуться и в трех местах в трех местах сломать ногу в результате я оказался на больничной койке прошло уже около полутора месяцев как я лежу на этой койке я перенес две операции и надеюсь что кости срастаются нормально что торчащие из пятки три железных штыря не дают ему идти в сторону но об этом будет известно в результате промежуточного рентгена я не помню хвастался или нет поэтому похвастаюсь еще раз вот это вот книжечка называется дальневосточные стихи ее автор советской литератор стихослагатель евгений долматовской и книжица это вышла в свет в тридцать девятом году в москве в издательстве советской писатель культур трегером быть легко и приятно пока грязные вонючие пролетарии на заводах крутят гайки или на подметают улицы или лопатами убирают снег я лежу в уютной теплой постели когда добровольно а когда вынуждена сейчас вынуждена но лежал бы и добровольно лежу в уютной теплой постели и читаю вам стихи которые вы бы никогда в жизни не узнали потому что вы ленивы нелюбопытны не умеете читать наконец-то вы узнали правду есть бухта с красивым названием ольга так вот евгений долматовской посвятил этой бухте стихотворение который и открывается первая глава глава с названием океан книги дальневосточные стихи стихотворение так и называется бухта ольга стояли мы на палубе любую с огромным солнцем восходившим тут мы знали эту бухту голубую девичьим нежным именем зовут должно быть так ее назвал влюбленной кому-б другому в голову пришло назвать так просто этот мир зеленый и дальних сопок темное крыло мы уносили с мыслями своими засобки за просторы за тайгу и каждый вспомнил дорогое имя оставленное там на берегу смотрели в отдаление голубое не опустив прощального платка строители радисты китобои и лейтенанты эннского полка они придут на берег океана построят все что снила наяву форты и башни назовут светланой а я свой город софий назову прогнозы евгения ароновича далматовского не сбылись в бухте ольга сейчас ничего нету это точно теперь там абсолютное безлюдие кстати еще о книгах волею неволею оказавшись на больничной койке я обложился книгами и трачу очень много времени на чтение потому что тот кто читает книги тот владеет миром мне привезли очередной труд камчатского краеведа сергея гаврилова представительная власть камчатки 1917 1993 годы в этом толстом томе находится полупересказ полуцитирования протоколов различных сессий органов законодательной власти камчатки в указанный период последние годы застоя перестройка и первые годы демократизации чтение на мой взгляд очень интересное для тех кого интересуют процессы развития камчатки правда издание заявлено как монография по крайней мере в аннотации сказано что монографии прослежена деятельность 16 21 созывов камчатского областного совета народных депутатов но на самом деле конечно монографии эта работа не является эта компиляция документов и пересказ этих самых документов однако несомненно она интересна и полезна вы уж меня простите зрители за то что я по вынужденным причинам прекратил ежедневные короткие выпуски моего видео и видео дневничка в которых рассказывал о том что каждый божий день происходило на полуострове на материалах газетных публикации минувших лет не знаю вернусь я к этому формату видео дневничков или нет но в любом случае свой канал на ютубе забрасывать не собираюсь конечно сегодняшнее видео она разговорная эдакая болтовлогия но стоит мне начать полноценно ходить без костылей на которых я доковыливаю до сортира и вас ждет много интересного и забавного о камчатке так что не отписывайтесь да и как я обычно говорю в конце ставьте лайки если вам нравится наблюдать за мной на просторах уютного ютубчика ежели не нравится ставьте дизлайки заходите на мой канал сервиса яндекс дзен там я почти каждый день выкладываю что-нибудь из старых материалов о камчатке канал на дзене так и называется как и этот канал камчатка с александром петровым до свидания а